Продолжение следует... Как я прочел не в политических газетах и политических же журналах, а в московском психотерапевтическом журнале номер 3 за 2005 год, где Миронова очень внятно разбирает альтернативные подходы к столь важному для нас всех вопросу в своей статье категории развития в психологии и христианской антропологии. М. Миронова очень тактично и одновременно аналитично рассматривает точки зрения, существующей внутри того сообщества православных интеллектуалов, в которые она самоочевидным образом входит. Как психолога, М. Миронова интересует, по ее собственным словам, прежде всего, проблема переосмысления категории развития в контексте христианской ориентированной психологии. Однако ее аналитика, как мне представляется, важна не только для психологов, но и для всех, кого волнует проблема развития как такового. Ведь не зря Миронова уже в заглаве своей статьи говорит не только о соотношении проблемы развития с психологией, христианской ориентированной, как она уточнит ниже, но и о соотношении той же проблемы развития с христианской антропологией. Я уже упоминал, что не раз наталкивался в своей деятельности на очень серьезные и отнюдьми либеральные политические элитные группы с корнями советской высшей страты, для которых вообще ненавистно или, по крайней мере, совершенно чуждо развитие как таковое. Само слово «развитие» вызывает в этой среде глубочайшее психологическое отражение. Поскольку я никогда не злоупотребляю сведениями, подчеркнутыми в частных беседах и на узких круглых столах, то в открытой печати я мог ограничиться только указанием на наличие подобных групп. Без всяких конкретизаций, которые я никогда себе не позволю как по причине элементарного человеческого такта, так и с политических соображений. Ведь группы, о которых я говорю, искренне патриотичные государственности, как к советской, так и преды по-советской, относятся с глубоким трепетом. То, что в этих группах укоренилось такое отношение к развитию, никак их не демонизирует. Напротив, я и оговоревал то наличие таких групп потому, что они для меня индикативны. Обладая и политическим опытом, и обозренной чувствительностью к угрозам государственной целостности, эти группы, видимо, имеют свои основания для подобного отношения к развитию. Весь вопрос для меня состоял и состоит в том, сводятся ли эти основания к тому, что лозунг развития, провозглашенный в эпоху перемен, привел к разрушению страны и глубокаяшему социальному регрессу? Или же все-таки у этого крайне негативного отношения к развитию есть более глубокий и фундаментальный генезис? Эм Миронова, еще раз подчеркнув с глубокаяшим тектмоделикатностью, артикулирует некие возражения против развития, которые кто-то высказал публично, а кто-то, как она говорит, в частных разговорах. В том-то беда, что данная тема прорабатывается в основном в этих самых частных разговорах. И, соответственно, не может быть предъявлена в качестве одного из пунктов национальной повестки дня. Но Эм Миронова обращает внимание на то, что тема развития обсуждается все же не только в частных разговорах. Она предлагает к рассмотрению работу священника и психолога Андрея Лоргуса методологические проблемы идеи развития. Отец Лоргус дал свое понимание этих проблем в докладе на совещании преподавания в православных школах вопросов творения мира, жизни и человека. Совещание проводил 29 октября 1999 года отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата. Доклад О. Лоргуса был опубликован в 2000 годах в сборнике «Шесто днев против эволюции» издательства «Паломник». Суммируя возражения против развития, подчеркнутое из указанного сочинения О. Лоргуса и своих частных источников, Эм Миронова формулирует тезисы православных теоретиков, рассматривающих развитие со знаком минус. В большинстве случаев Эм Миронова основывается на прямых цитатах из О. Лоргуса. Тезис 1 сформулирован в виде такой прямой цитаты. «Существует явление, прямо противоположное развитиям, явление деградации и регресса». И именно православная мировоззренческая точка зрения больше всего склоняется к ним. Представление о мире, разрушающемся и распадающемся, представление о личности человека, деградирующей, истории человеческой, находящейся в непрерывном регрессе, свойственной православному пониманию мира и прямо противоположной идее развития. Тезис 2 сформулирован тоже в виде прямой цитаты. «Духовный опыт показывает, что в настоящее время большинство людей находятся в состоянии падения». Комментируя эту цитату, Эм Миронова дополнительно указывает, что в кругах тех, кто против развития, много говорится о том, что феномен падения во всей его полноте будет наблюдаться в самые последние времена, о которых повествует откровение Реана Богослова. И что, с точки зрения этих кругов, данное обстоятельство служит дополнительным подтверждением тому, что человечество лишь регрессирует в процессе истории. Тезис 3 сформулирован опять же в виде прямой цитаты. «Библия не может смириться с таким представлением о человеческом существе, в котором интеллект, психика, речи иные, собственно, человеческие проявления жизни возникли постепенно в результате развития». Тезис 4, и вновь прямая цитата из Аллергуса, приводимая Эм Мироновой. «В христианском мировоззрении нет места представления о развитии, в котором некая сущность может порождать и изменять себя из себя же, не идёт здесь речи о необходимости развития более сложных форм из боли.